МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новость в Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте! Я и мои коллеги ознакомим вас с последними наиболее значимыми событиями. Вначале, коротко, о главном. Не пугают ни огромные штрафы, ни даже уголовный срок. Кто и на какие нарушения идут ради наживы, смотрите через минуту. Старое новое жилище. Люди страдают, а застройщик игнорирует. О проблемах жильцов многоквартирного дома в Каспийске расскажем в сюжете. По плохой дороге далеко не уедешь. На улице Каримова в Махачкале начались ремонтные работы. Подробнее в выпуске. Дагестан введение бросит и поддержит, и поможет. Очередную партию гуманитарного груза доставили в новые российские территории. Частный дом площадью 250 квадратных метров сгорел в Кайкинском районе. По предварительным данным, возгорание произошло из-за зарядки китайского электроавтомобиля. По информации МЧС Дагестана, жертв и пострадавших нет. Отметим, что на тушение пожара привлекались 8 человек и 2 единицы техники от МЧС России. Была угроза распространения огня на соседний дом. Ровно в полночь пожар был локализован, а через 25 минут ликвидировано открытое горение. Официальная версия причины пожара будет установлена испытательной пожарной лабораторией по Республике Дагестан. Несмотря на уголовную ответственность, которая грозит за незаконный майнинг в России, в Республике он продолжает свою деятельность. Так, в Дагестане во время рейда накрыли еще две крупные фирмы, оснащенные более 160 аппаратами по добыче криптовалюты. Отличилось на этот раз село Майданское Унсукольского района. Одна из фирм принадлежит местному жителю. Энергетики подсчитывают ущерб. Напомним, что 16 ноября глава Республики Сергей Меликов обратился к федеральным органам власти с просьбой запретить майнинговую деятельность на территории Дагестана. Быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в Дагестане стало дополнительным негативным фактором. Так называемые майнинг-фирмы приводят к еще большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей. Новое жилище с неисправными недочетами. Жители многоквартирного дома в Каспийске не имеют нормального двора. Подъезды находятся в плачевном состоянии. А во время дождя вода протекает через стыки стен. Застройщики игнорируют требования жильцов, а в администрации города уверяют, что работают над этой проблемой. Все подробности далее в сюжете. Каждая из этих семей мечтала переехать в новую квартиру. Но никто не ожидал, что придется столкнуться с серьезными проблемами. Проливной дождь на улице Каспийская 4G всякий раз оборачивается наводнением в комнатах. Сырость на стенах уже обыденность. Подъезды в ужасном состоянии. И это все учитывая, что дом был сдан всего два года назад. Уже два года не можем добиться от застройщика, чтобы привел дом в порядок. У нас в первую очередь подвалы. Топит очень большое количество воды. Боимся, что дом осядет. Стыки между плитами текут. Не раз обращались к застройщику. Отвечают, что я не буду ничего исправлять. Делайте за свой счет. В этом дворе у детей вряд ли появится желание поиграть. Площадки здесь нет, но есть лужи и грязь. Не меньше проблем и с крышей дома. Она просто не доделана. Вытяжные трубы до конца не установлены. Во время дождя вся вода стекает сверху вниз по стенам квартир. Во всех домах можно сказать сырость от этой воды. Крысы бывают даже на 10 этаже. Детям негде играть. Там детская площадка вообще нет для детей для этого дома. Они идут на тот дом, а там тоже маленькая площадка. Крыша. Нет окон, ничего. В дождливую погоду всё мокрое, всё заливает, подъезды текут. И наши подъезды в очень ужасном состоянии. Жители дома заявляют, что застройщик не обращает внимания на их проблемы и не устраняет недочёты по строительству. В то же время он отвечает, что жильцы должны обращаться с подобными просьбами в управляющую компанию дома. Дом был дан в надлежащем порядке. Никакие претензии у Министерства строительства ЖКХ не было. Администрации, отдела архитектуры и градостроительства города Каспийска тоже не было. Есть акт водоэксплуатации дома. Есть ЗОС, заключение об охране строительства Министроя. Пусть обращаются в управляющую компанию, устраняют. Ничего же там такого нет. Поэтому обращайтесь в управляющую компанию. Пусть устраняют эти недочёты или текущий ремонт. Они должны это делать. Зима пока не наступила, но повод для беспокойства у жильцов есть. Дом не газифицирован. Отапливать квартиры приходится электроприборами. Что малоэффективно – период серьёзных похолоданий. Здесь проживают пожилые люди и семьи с маленькими детьми. Обращение в соответствующие инстанции, по словам жителей, пока не дало результатов. Мы замерзаем уже не одну зиму. И обращаемся к ним насчёт газа. Ну, никакой помощи нет. Дальше просто невозможно так жить. В этом холодном, как говорится, камере в этой холодной. Просим, чтобы нам помогли. Технические условия для подключения газа были получены управляющей компанией дома 23 августа текущего года, заявляет в Горгазе Каспийска. В них расписаны все необходимые действия для подключения объекта. Срок на подключение составляет 18 месяцев. Если заказчик, в данном случае управляющая компания дома, в установленный срок не успеет завершить мероприятие для подключения акта готовности сети, тогда заинтересованные лица имеют право обратиться в надзорные органы. В данной ситуации жителям этого дома остается надеяться на лучший исход. Они не намерены сдаваться и готовы довести огласку о своей проблеме до правительства республики. Хотелось бы обратиться к Мелику Сергею Алимовичу, чтобы помог нам в данной ситуации, потому что ни один орган, где мы обращались, нам не помогает. Застройщик отказывается. Просим помощи. Росприроднадзор требует от торгового порта Махачкалы более 250 миллионов рублей за вред почвам. Это связано с образовавшейся свалкой на арендованной акционерным обществом территории. Она расположена в водоохранной зоне Каспийского моря. Об этом сегодня сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова. Однако Махачкалинский морской порт назвал эту информацию неактуальной. Организация отметила, что еще в прошлом году нарушение было устранено и предписание было выполнено. Выездная внеплановая проверка Росприроднадзора в 2024 году факт устранения указанных нарушений подтвердила. И данный вопрос уже не актуален. Руководство акционерной организации Махачкалинского морского торгового порта уделяет особое внимание выполнению природоохранных мероприятий на предприятии для соблюдения требований экологического законодательства. Чуть больше недели осталось до прямой линии с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Интенсивный сбор обращений продолжается. За две недели, по данным канала ЦУР Республики, было отработано около 3,5 тысяч сообщений. Больше всего жители интересуют вопрос энергетики, ЖКХ, дорог, инцидентов и обращения с отходами. Проходит прямой эфир. Какой бы вопрос вы задали Сергею Алимовичу? Я бы сказал насчет коррупции. Вопрос задал бы о коррупции. Чтобы поменьше воровали наверху, побольше людей. О людях была какая-то забота. Люди чувствовали, что есть забота сверху. Но больше ничего другого нет. Когда сделают ремонт в 12-й школе? Уже порядок приведут наконец-таки наши пляжи. И хочется чистоты, потому что к нам приезжают туристы. И хотелось бы, чтобы было чисто и не стыдно перед ними. Социально незащищенные свои населения. Как улучшить жизнь нуждающихся наших граждан в нашей республике. Вот этот вопрос меня интересовал. Когда нам повысят пенсию в Дагестане? Вот сейчас у меня такой вопрос. Начались работы по ремонту дороги на улице Каримова в редукторном поселке. Специалисты выравнивают дорожное полотно и формируют поверхность с помощью специальной техники. Работа проводится по просьбе местных жителей, которые неоднократно жаловались на плохое состояние участка. По их словам, здесь часто образуются ямы, лужи после дождей и пыль в сухой погоде. А неровности создают неудобства как для пешеходов, так и для автомобилистов. Особенно в часы пик. Неоднократно жильцы обращались в ЖКХ города. В связи с этим сегодня решили провести вот такие мероприятия. Так как данная улица идет строительство, по завершению строительства у ЖКХ города запланировано асфальтированное данную улицу. Ну, можно сказать, пока временно. Такие же виды будут продолжаться и в городе, и в населенных пунктах ближайших поселков города Махачкалы. Благодарим Дагестан. Жители Донецкой и Луганской республик выражают свою признательность за получение гуманитарной помощи от благотворительного фонда «Инсан». Дагестанцы раздали по городам и районам новых российских территорий 30 тонн гуманитарного груза. Все самое необходимое для выживания в кризисных условиях. Всего было собрано и отправлено две фуры гуманитарной помощи. Эту поездку в фонд «Инсан» совершил вместе с колонной еще восьми фондов Северного Кавказа. Луганская народная республика «Красный крест» благодарит за оказанную помощь нашей республике «Инсан», фонд «Инсан» и «Добро», за оказанную помощь гуманитарную в любопродовольственных наборах, игрушек, одежды. Спасибо вам огромное. И у вас еще раз. После разгрузки представители фонда «Инсан» встретились с мэром Донецка. В беседе с Алексеем Кулимзиным говорили о деятельности организации, а также наметили план сотрудничества. Военные действия у нас не закончены, поэтому нуждающихся людей достаточно еще остается. Плюс мы сегодня проводим большую работу по приему беженцев на новосрожденных территориях, поэтому я думаю, что все это пригодится. Все это будет направлено на то, чтобы людей поддержать, поэтому спасибо за доброе дело. Аналогичная встреча с городоначальником прошла и в Луганске. Здесь Яне Пащенко также вручили книгу Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди «Благонравие праведников». Большая благодарность руководству Дагестан, а также жителям, которые поучаствовали в этой гуманитарной помощи. Мы обязательно раздадим ее нуждающимся жителям и они почувствуют тепло всего Дагестана. Большая благодарность ребятам из фонда «Инсан», благодарность тому, что помогают нашим людям, помогают сейчас нашим защитникам. Отметим, что помощь пострадавшим населенным пунктам фонд «Инсан» оказывает на регулярной основе. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok